Всем привет! С вами канал Life on New Zealand и события прошедшей недели. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь на него, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. Изменений каких-либо по поводу коронавируса в Новой Зеландии не произошло за прошедшую неделю. В принципе, заболевшие только те, кто прилетели из-за рубежа, они находятся в карантинных отелях. По поводу вакцины. Наконец-то стали известны сроки первые, когда вакцина поступит в Новой Зеландию. Уже на следующей неделе вакцина Pfizer, первая поставка, прибудет в Новой Зеландию. Она будет в первую очередь нужна для работников таможни, те, кто работает в аэропортах на границе, также в портах, те, кто непосредственно общается с прилетевшими из-за рубежа людьми. Премьер-министр провела брифинг, рассказала о том, как будет проходить вакцинация. Поставки будут периодическими, то есть оно не прилетит все сразу, будет периодически прилетать, хранится. Так как нужны морозильные камеры для вакцины Pfizer, она хранится при минус 36 градусах, что-то такое, то есть очень низкая температура. И морозильные камеры такого типа есть в Крайщорче, а также есть в городе Окленд. То есть, в принципе, в двух городах будет она храниться. Вакцинировать, как я уже сказал, начнут вначале пограничников, потом это будут медсестры, работники вообще медицины. Также работники карантинных отелей. То есть, в принципе, этап за этапом будут вакцинироваться в первую очередь все службы, которые непосредственно могут заразиться в первую очередь. Работники, которые работают в карантинных отелях, тем более уборщики и те, кто производит дезинфекцию, очень недовольны своей зарплатой и очень недовольны, что к ним относятся, как к обычным уборщикам. Дело в том, что повышенный риск заболеть коронавирусом есть у работников здравоохранения, а также у работников границы, да, у пограничников. Но людей, кто делает дезинфекцию, почему-то к этой категории не отнесли. Зарплаты у них как были в районе 19-20 долларов уборщиков, так и остаются. Хотя они также, как и другие, рискуют заболеть. И вот профсоюз требует повышения зарплат от работодателей, профсоюз требует их нести в зону, в группу риска также. То есть сами люди тоже пострадали психологически, потому что психологической поддержки у них нет. Если психологи работают с пограничниками, то с этими людьми никто не работает. И вот одна женщина рассказала, что она просто уже боится лишний раз сходить в магазин или выйти на улицу. Также пойти в спортзал по причине того, что она боится заразить других людей, потому что она не знает, а вдруг она подхватила вирус. То есть это все психологическая травма, в принципе, человеку наносится. И если никто не будет помогать, то это будет большой проблемой в будущем в стране. Реакция нашего премьер-министра на это была просто в сочувствии. Вот и все. Она посочувствовала людям, сказала, да, вам так тяжело, мы вас будем поддерживать, но пока все это только на слова. Ничего вразумительного она не ответила по этому поводу. Столица Новой Зеландии, город Велингтон и жители этого города в шоке от того, что им хотят сделать. А им хотят повысить налоги, внутренние налоги в городе, городской налог, хотят повысить аж на 17%. Это, конечно, беспрецедентная цифра. 17% сразу же добавить к налогам. То есть, чтобы вы знали, мы платим все налоги в каждом городе отдельно от еще подоходного налога. То есть налог на землю, налог на недвижимость и так далее. То есть, вот 17% хотят добавить. Они обусловили это тем, что необходимо очень много укреплять зданий в связи с землетрясениями, происходящими в районе Велингтона. О том, что многие здания не подходят под сейсмические критерии данного года, потому что они ужесточили сейсмические критерии. И вот в связи с этим хотят повысить налоги. И также у них огромная проблема с трубопроводом в Велингтоне. В последние несколько месяцев там уже несколько раз прорывало трубы, именно магистральные трубы, и фонтаны били просто из-под земли. То есть в плачевном состоянии вся система водоснабжения находится. Ее нужно тоже ремонтировать и, соответственно, выделять на нее большие деньги. Ну и третье это транспорт, улучшение общественного транспорта, улучшение инфраструктуры. На это тоже требуются деньги. Вот такие вот вещи сказал мэр, что они пока еще не приняли закон по поводу повышения налога, но он произойдет. И 17% это, конечно, безумная огромная сумма. Почему-то не задумываются о многих людях, кто пострадал от того же самого коронавируса, и кто попросту не сможет это потянуть физически. Я не знаю, как они будут с этим разбираться. Возможно, что-то изменится, возможно, люди смогут повлиять на политиков. Но пока вот такая информация. Как бы это ни звучало странно, но Новый год шагает по планете. А я говорю про Новый год по лунному календарю. Так как в Новой Зеландии огромная диаспора выходцев из азиатского региона, поэтому многие из них празднуют этот праздник. Тем более китайцы здесь его и называют Китайский Новый год по лунному календарю. Так вот, в этот день китайцы не выходят на работу. Огромное количество именно китайских даже компаний делали для них официальный выходной. Ну и просто они не приходят на работу. Вот у нас, например, на стройке стройка была полупустая, потому что все, кто решил праздновать, просто на работу не пришли. Ну, они, естественно, заранее предупреждают все. Они проводят время с семьей, они выезжают на пикники. По всей Новой Зеландии рестораны были зарезервированы, именно азиатские рестораны для празднования Нового года. И, в принципе, это не может, наверное, не радовать владельцев этих ресторанов. Хоть какой-то, хоть раз в год дополнительный доходит будет. И еще одна вещь, что многие прогнозируют, что в ближайшем будущем китайский Новый год может стать даже государственным праздником. Ну, я не знаю, это заняло очень долгое время. Хотелось бы отметить, что в Новой Зеландии со следующего года, с 2022 года, 24 июня будет официальный выходной. В календаре появится дополнительный выходной. Это будет Тамарики, это Маурийский Новый год. По Маурийским традициям это Новый год. Проходит как раз зима в Новой Зеландии. Ну, они ждали это десятки и десятки лет, пока это признают государственным праздником. Посмотрим на китайский Новый год, как быстро он будет признан. На таком же основании, в принципе, и диаспора Индии может потребовать, чтобы их праздник Дивали был признан государственным праздником и так далее. В принципе, это можно пойти очень далеко. И все крупные, да и некрупные диаспоры могут свои национальные праздники попросить. Ну, вот эти индейские Дивали, они довольно-таки тоже шумные праздники. Да, очень большая, потому что диаспора в Новой Зеландии, выходцев с Индии. И празднование Дивали проходит по всей стране. И тем более в крупных городах. Так что это очень значимое событие для города, для культуры города. Так как культура в Новой Зеландии разнообразная, разношерстная. Потому что, в принципе, со всего мира собран, наверное, практически все представители и цивилизаций, и народов собраны в Новой Зеландии. Так что вот. В Новой Зеландии, как мы уже, в принципе, рассказывали об этом, огромная нехватка учителей средних классов. Об этом говорят все, об этом говорят школы, об этом говорят правительства. Хотя правительство пытается смягчить эту тему, говорит, что якобы это не так все страшно, как вы рассказываете. Что тенденция пошла на убыль, но тенденции на убыль вряд ли она пошла. Потому что многие школы, вплоть до того, рассматривают такие предложения, как исключение некоторых предметов из системы образования своего. Потому что они не могут просто детям преподносить этот предмет. Потому что школьники не могут слушать неподготовленных учителей. А подготовленных нет. Дело в том, что для примера, вот еще одна причина этого, то что многие уезжают на заработки в Австралию. Многие учителя. Потому что система образования очень похожа. Большой разницы нет. Например, вот для Новой Зеландии средняя зарплата учителя колеблется от 52 до 80 тысяч долларов в год. Это зависит от вашего опыта. А в Австралии, для примера, средняя зарплата учителя составляет 92 тысячи долларов в год. Вы можете почувствовать разницу. Эта разница огромна просто. Кстати, еще едут куда отсюда, так это в Англию тоже. В Великобританию едут. Там, кстати, тоже нехватка. Но некоторые, конечно же, приезжают сюда. Из-за зарплаты, там тоже очень высокие. Из-за зарплаты, конечно же, выше. Да, согласен. Сюда приезжают в основном и идут работать с учителями выходцы из Южной Африки. Приезжают с азиатских стран. Приезжают с Индией, переучиваются и становятся учителями здесь. Но все равно этого недостаточно. И просто школы бьют тревогу. И по прогнозам, к 2023 году будет нехватка 8 тысяч учителей по всей стране. Но это огромная цифра для Новой Зеландии. Для небольшой страны, как наша, эта цифра очень большая. В четверг произошло землетрясение возле Новой Каледонии, возле островов Новой Каледонии, возле государства. Как это может коснуться Новой Зеландии? Вернее, слава богу, не коснулось в этот раз. Но было предупреждение возможности цунами. По всему побережью Окленда, со стороны Тихого океана было предупреждение, что будьте осторожны. На пляже старайтесь не ходить. И в случае, если будет действительно замеченный цунами, все должны, естественно, от берега эвакуироваться. Но, слава богу, ничего сильного не произошло. Землетрясение было сильное, 7,7 баллов. Поэтому предупреждение пришло. Очень не застрахована Новой Зеландия от таких вещей. У нас уже были такие случаи, когда были предупреждения по поводу землетрясений, происходящих где-то в океане. И цунами могло достичь, точнее, даже достигало берегов Новой Зеландии. Пока больших цунами не было, но мы были свидетелями того, что нас просто не пустили на пляж. Мы всей компанией собрались, приехали. Все пляжи перекрыты, все подъезды перекрыты. Стоит полиция и всех разворачивает. Пришлось развернуться и поехать просто в парк отдыхать. Ну и о погоде. В Окленде погода на следующей неделе ожидается теплая. Все еще лето продолжается. Температура днем будет 22-25 градусов. Ночь опустится в районе 17 градусов. Где-то с понедельника по среду ожидаются дожди. Так что земля получит необходимую влагу. А мы, наверное, небольшую прохладу. Но посмотрим. Опять же, хочу заметить, что по всей Новой Зеландии погода кардинально различается. Если здесь у нас тепло, то на Южном острове может быть холодно. Либо наоборот. Поэтому, если вы хотите узнать о погоде в другом городе, интернет вам в помощь. Ну а я прощаюсь с вами. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Пока. Берегите себя. Удачи.